Основные симптомы кори – температура выше 40 градусов, воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь на теле и интоксикация всего организма. Врачи напоминают, иммунизация – самый надёжный и безопасный способ профилактики опасных инфекционных заболеваний. Такие вот серьёзные заболевания, как дифтерия, кори и так далее, полиамилит, обязательно необходимо проводить профилактические прививки. Бывают случаи, когда имеются временные показания, но при отсутствии вот этих вот показаний обязательно выбрать окошечко какое-то, чтобы привить ребёнка. Самое большое число случаев заболевания корью – в Румынии, в Италии и на Украине, в Смоленской области, в том числе и в Десногорске. В этом году случаев заражения не зарегистрировано. В России по национальному календарю прививки от кори проводятся у детей в один год и в шесть лет. Взрослые также могут сделать прививку, если ранее они не болели и не прививались. На объектах ФМБА России заболевания кори не регистрируются, благодаря большому охвату населения прививками против кори. На сегодняшний день в национальном календаре России 13 обязательных прививок. Современная медицина не имеет пока более эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация. Родители, которые отказываются от прививок, лишают защиты не только своих детей, но и подвергают опасности здоровья других малышей, а также способствуют распространению инфекции.